Сегодня чествовали спортсменов Ташкентской области, завоевавших лицензии на Олимпийские игры в Токио. Торжественное мероприятие с участием руководителя региона состоялось накануне. Особо отмечены также и заслуги наставников. Быстрее, выше, сильнее. В этих трех словах заложена суть Олимпийского движения. Крайне точно отражающие стремление атлета всего мира к достижению спортивных вершин. В последние годы этот слоган для узбекских спортсменов определяет не только их физическую силу и выносливость, но и силу моральную, психологическую стойкость. Да, они не раз доказывали свою высокую конкурентоспособность, но пришло время достичь большего. И для этого на государственном уровне ведется масштабная работа. По всей стране возводятся спортивные объекты, отвечающие мировым стандартам, осуществляется обмен опытом с зарубежными специалистами. Словом, создается мощнейшая база по выпуску высококлассных атлетов. Только в Ташкентской области действуют 4 312 спортивных объектов. Регулярно посещают занятия порядка 600 тысяч юношей и девушек. Привлекаются квалифицированные тренеры. И такие условия не только в центрах, но и в отдаленных селениях. В частности, в короткие сроки возведены и сданы в эксплуатацию новые комплексы в Махалях-Беруни, Пахтазор, Атаджонов, Хуйчерчикского района. Конечно, такое внимание к развитию физической культуры и спорта – большой стимул для атлетов, живущих одной мечтой – покорить вершину Олимпа. Ну а с целью оказания поддержки тем, кому уже удалось завоевать заветные путевки в Токио, проводятся различные мероприятия. Так, Хакимия Ташкентской области организовал торжественную встречу, на которой глава региона, сенатор Рустам Халматов, лично вручил будущим олимпийцам ключи от автомобилей Джентра. Их обладателями стали тяжелоатлет Акбар Джураеб, боксеры Эльнур Абдураимов и Турсуной Рахимова. Правда, за Эльнура, который сейчас находится в США и готовится к своему очередному поединку в профессиональном боксе, подарок получил его отец Нургали Абдураимов. Я родилась в Ташкентской области, в Пскенском районе, 7 лет занимаюсь боксом. В этом году на лицензионном турнире в Байордане я завоевала путевку на Олимпийские игры. Это была моя мечта. А подарок, который мне вручили, говорит о доверии ко мне. В свою очередь, я приложу все усилия, чтобы оправдать это доверие и поднять флаг Узбекистана. Хаким Столичной области выразил благодарность спортсменам, достойно защищающих честь страны и пожелал успехов в дальнейшем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok